МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Ольга Пырочкина и сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Квартирный вопрос. Куда переселятся жильцы пострадавшего дома по улице Петрова? Экономика должна быть экономной. В Чебоксарах финансисты со всей страны обсуждали, как оптимизировать расходы. Возрождая наследие классиков, в Чувашии дали старт в Году культуры. Буквально в среду правительство России представило Владимиру Путину план антикризисных действий. По сообщениям федеральных информагентств, глава государства его одобрил. А сегодня в столице Чувашии собрались представители сообщества финансистов России и финансовых ведомств регионов. Основной вопрос в повестке дня – на чем сэкономить, чтобы выполнить все бюджетные обязательства. Чувашия, как и большинство других субъектов страны, регион дотационный. А таковым в ближайшее время предстоит и затянуть пояса потуже. Все социальные выплаты, которые запланированы на федеральном уровне, на региональном, на местном, они должны осуществляться. Это незыблемая позиция. Все остальные позиции можно рассматривать. Но самое главное, чтобы удалить те расходы, которые являются действительно неэффективными. Те, которые, ну, так сказать, не очень имеют приоритетное направление, назначение. В каждом конкретном случае это индивидуальные подходы. Это могут быть какие-то объекты, которые еще не начаты строительством, они запланированы, но они не имеют вот такого первостепенного значения. И можно отложить их, предположим, на потом. Это могут быть какие-то расходы, связанные с излишествами и в оплате труда, в том числе аппарата какого-то. Это могут быть какие-то излишества на мероприятия. И расходы на аппарат государственных служащих сократили, и штаты в разных учреждениях оптимизировали. Экономить скоро станет просто не на чем, отмечают представители правительства регионов. Валагутская область находится в очень сложном положении, поскольку за последние годы экономика потеряла большую доходную часть бюджета, и поэтому у нас ситуация непростая. И начиная с текущего года уже мы подготовили антикризисную программу. Антикризисная программа включает в себя несколько направлений. Это, прежде всего, поддержка предприятий экономики области. Но здесь, конечно, возможности у нас маленькие, не как на федеральном бюджете. Мы можем поддержать небольшими субсидиями малый бизнес, средний бизнес, сельское хозяйство. В Чувашии подход к формированию республиканского бюджета, что называется, консервативный. Иными словами, при его формировании изначально исходили из вероятности не самые благоприятные ситуации в экономике. Это позволяет выполнять бюджетные обязательства. И экономить нам не привыкать. В целях сокращения неэффективных расходов была проведена работа по оптимизации сети госучреждений. Это дало нам 197 миллионов рублей. Обеспечение экономии по госзакупкам 488 миллионов. Решение социальных вопросов за счет небюджетных источников также позволило нам сэкономить бюджетные расходы почти на 53 миллиона рублей. Светлана Янилина отметила, на чем мы точно не будем экономить, так это люди. Глава республики подтвердила, это наш самый ценный ресурс. Все макроэкономические показатели по итогам прошлого года мы завершили лучше, чем 2013 год, несмотря на сложности. В последние годы мы очень много выделяем внимания для того, чтобы воспитать достойно наше молодое поколение. И ключевым инструментом в этой сфере у нас был и остается эти инвестиции человека. Помимо экономии, курс Чувашия возьмет и на более активный поиск источников дополнительных доходов. Специалистам предстоит придумать, как эффективнее использовать республиканское имущество и земельный фонд увеличить налоговое поступление. Сегодня в Чебоксарах состоялась встреча главы Чувашии Михаила Игнатьева с председателем Совета директоров группы компании «Ренова» Виктором Миксельбергом. Обсуждались ситуации, сложившиеся в электроэнергетике России, химической промышленности, перспективы реализации инвестиционных проектов. На встрече было также отмечено, что на февраль текущего года компании «Хевилл» намечен запуск в промышленную эксплуатацию завода по производству солнечных модулей в Новочебоксарске. Глава столичной администрации Алексей Ладыков обсудил с жителями бывшего дома номер 9 по улице Петрова варианты решения их квартирного вопроса. Что именно предлагают собственникам и когда они смогут заселиться в новое жилье, узнала наша съемочная группа. Для начала все пришедшие получили экспериментальный проект нового 16-этажного дома общей площадью 12,5 тысяч квадратных метров, который планируют построить на месте старого. Его строительство начнется в августе этого года и продолжится до конца 2016-го. Мы сейчас нам дали проект этого дома, будущий проект. Вот здесь, как я вижу, получается типа малосемейки и общий коридор, и там раскидно типа 20 квартир, не комнат, а квартир. Там двухкомнатный, однокомнатный есть. Для начала строительства нового многоквартирного дома необходимо снести аварийный. Предположительно, эти работы начнутся в марте. Причем жители должны определиться, будут ли они сносить старый дом за счет собственных средств и взамен получат новые квартиры, либо финансировать снос будет город, выплатив владельцам квартир компенсацию. Пока к окончательному решению собственники не пришли, но сделать это надо до 15 февраля. Причем, если у кого-то появится желание расширить площадь квартиры, это вполне возможно. Ориентировочно сейчас не скажете стоимость квадрата? Стоимость квадратного метра нового жилья будет соответствовать стоимости квадратного метра сносимого жилья. По сносимому жилью будем проводить оценку. Соответственно, оплата будет квадрат в квадрат. То есть, если сносимое жилье будет оцениваться в 45 тысяч рублей за квадратный метр, соответственно, вам предоставляться будет, исходя из цены 45 тысяч рублей за квадратный метр. Что же касается оплаты жилищно-коммунальных услуг за место временного проживания пострадавших, сумма в квитанции будет зависеть от общих затрат, так как счетчиков в бывшем лице-интернате имени Лебедева не предусмотрено. Вопросов еще много, и их нужно решать. Но, как отметил Алексей Латоков, политика республиканских властей направлена на неукоснительное выполнение данных гражданам обещаний. Того же требуют и от муниципалитетов. Поэтому волноваться жителям не за что. Все свои обязательства администрация помнит. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаммедов, Республика. Завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера одной из строительных организаций. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что привело к смерти человека. Напомним, в июне 2014 года во время проведения дорожных работ по проспекту Яковлева в Чебоксарах обвиняемый допустил сотрудника к выполнению работ, не уделив должного внимания специальным креплением откоса в траншеи. В результате этой халатности под тяжестью экскаватора произошло обрушение грунта, который полностью завалил находившегося в траншеи работника. От полученных травм сварщик погиб на месте. В настоящее время следователям собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Ленинский районный суд города Чебоксар для рассмотрения по существу. В случае, если вина обвиняемого будет доказана, ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Здесь также необходимо отметить, что в прошлом году нашими следователями было возбуждено 20 уголовных дел по фактам нарушения правил безопасности при ведении различных видов работ, в том числе и строительных. В том числе из этих уголовных дел, из этого количества уголовных дел, 9 было возбуждено о смертельном случае. С 2011 по 2014 год на предоставление грантов и субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства направлено более 1,4 млрд рублей. Никогда в своей истории малый бизнес в Чувашии не получал таких объемов государственной поддержки, говорится в послании главы Чувашии к Государственному совету. За эффективным расходованием государственных средств будут пристально следить специалисты. В случае нецелевого использования средства будут взысканы в пользу бюджета. В Чувашии уже накоплен опыт возврата незаконно выведенных из экономики республики денег. Один из хрестоматийных примеров – венчурный фонд. История эта длится с 2010 года, когда прежнее руководство фонда «Согласие пайщиков» выделило 140 млн рублей на два серьезных проекта в области сельского хозяйства. Один по производству лизины и кормовых добавок, другой по переработке и реализации биомассы. Реализовать их взялись зао «Чуваш», «Агробия» и «Редландфарминг». Каждому было выделено по 70 млн рублей. К сожалению, не было тогда понятно, каким образом эти два проекта были поддержаны, на каких условиях, почему именно эти проекты. Не было проведено никакого анализа. К концу года стало ясно, что эти компании не в состоянии выполнить свои обязательства по займам и реализовать проекты. Глава Чувашии дал поручение проверить, куда ушли деньги. Глава уже в феврале Михаил Васильевич Игнатьев заслушал итоги реализации проекта, по результатам которых было принято решение, в рамках комиссии по продействию коррупции и по правопорядку, было принято решение о выходе из этих проектов и о возврате денежных средств. К сожалению, мы встретились и глубокое противостояние возврату средств. К работе подключились правоохранительные органы. Выяснилось, что предприятие не платежеспособное. На расследование ушло почти три года. И в 2014 году удалось вернуть половину средств. За другие 70 миллионов борьба продолжается. Идет процедура банкротства предприятий. А в правительстве на уровне законов закрыты все ходы по возможному выводу финансовых средств. В декабре 2015 года мы выходим из двух проектов. Ищутся новые проекты для дальнейшего финансирования. Всего управляющую компанию было подано порядка 100 заявок. Это должен быть какой-то интересный инновационный продукт. То есть компания должна вести свою деятельность в научно-технической сфере. Все заявки сейчас проходят жесткий отбор на предмет надежности. Партнеров проверяют теперь по всем статьям. На Эгерском бульваре в Чебоксарах начато строительство очередного физкультурно-оздоровительного комплекса. Сегодня на стройплощадке вбиты первые сваи. ФОК на Эгерском бульваре один из пунктов партийной программы «Единая Россия» по строительству спортивных сооружений. По утвержденному плану физкультурно-оздоровительный комплекс будет включать в себя универсальный спортивный зал, тренажерный зал, зал для фитнеса и плавательный бассейн. Общая пропускная способность ФОК – 150 человек в час. Начальная стоимость, которая выставлялась на конкурс, составляла более 152 миллионов рублей. По итогам конкурса контракт заключен на 140 миллионов рублей. Соответственно, бюджетная экономия составляет более 12 миллионов рублей или 8% от первоначальной стоимости контракта. В здании физкультурно-оздоровительного комплекса найдется место и для детской юношеской спортивной школы имени Валериана Соколова. Юные боксеры получат специальный 200-метровый зал для тренировок. Завершить строительство планируют к декабрю 2015 года. В предстоящее воскресенье все российское студенчество будет отмечать свой праздник. В Чувашии 25 января – особенный день для почти 70 тысяч человек. А сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил со студентами, учащимися в опросы молодежной политики. Семь молодежных центров и молодежное правительство появятся в Чувашии в 2015 году. Они станут для молодых людей дополнительной площадкой для реализации собственных инициатив. Развитию проектной культуры сегодня уделяется особое внимание. Авторы оригинальных идей принимают участие в окружных и международных форумах и слетах, таких как Молгород, Иволга, Таврида, Селигер. Для меня Чуваша – это место, где я родилась, где я хочу реализоваться, в дальнейшем участвовать во многих мероприятиях, развивать свой регион. Тем более я являюсь руководителем молодежного патриотического проекта «Странички памяти». Он реализуется на базе московского района города Чебоксара. И в дальнейшем я бы хотела, чтобы этот проект уже реализовался на территории всей нашей республики. Поэтому я считаю, что оставаться в том регионе, где я родился, это действительно очень важно. В центре внимания сегодня и подготовка инженерно-технических кадров. Ежегодно выделяются средства на укрепление материально-технической базы вузов, техникумов и колледжей. Учебные заведения тесно взаимодействуют с работодателями, благодаря чему студенты могут проходить практику на производстве. Человек труда сегодня должен стать ключевым инструментом и вообще фактом в нашем обществе. И о человеке труда мы должны много говорить, показывать, как наши молодые люди, которые заканчивают, работают на современных станках, которые управляются полностью на автоматическом режиме, и никакого там ручного труда нет. Управлять умной машиной нужны хорошие способности, хорошие навыки. Я абсолютно уверен в том, что у вас в жизни все получится. В Чубаксарском механико-технологическом техникуме реализуются семь образовательных программ среднего профессионального образования. Сегодня в актовом зале учебного заведения участвовали стипендиатов за особую творческую устремленность, которые получают рабочие специальности в СУЗах республики. Я думаю, что я из Чубаши, я должна развивать Чубашу, я должна укладывать свои силы, свои умения и знания именно в Чубашу, чтобы женщина Чубаши могла развиваться и поднимать свой экономический уровень. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика. И сегодня же глава Чубаши подписал указ о создании республиканского младежного правительства. Его члены будут помогать в реализации креативных проектов и поддерживать их социальные инициативы. В ближайшее время в регионе объявят конкурс по формированию правительства молодых. Обеспечение преемственности, возрождение традиций, сохранение этих традиций, конечно, мы связываем с деятельностью самих молодежных общественных организаций. Их количество у нас увеличивается, общественное движение развивается. Но объединить, направить в общее русло, сделать так, чтобы принимаемые молодежи решения доходили до уровня управления, как республиканского, так и муниципального, вот как раз на это нацелено принятый сегодня или подписанный главой республики указ. Это что поджимывает? Значит, создается молодежное правительство, которое будет объединять, консолидировать усилия самих молодежных организаций силами самой же молодежи. К примеру, должен появиться министр образования среди правительства, молодежной правительства Чувашской республики. Соответственно, принято ими решение, а он будет принимать его, соответственно, опираясь на те силы, которые дают импульс движения на будущее. Это позволит нам параллельно действующему правительству принимать те решения, которые удовлетворяют или, по крайней мере, интересны для молодежи. Это позволит проявить творчество молодым. В Чубаксарах наряду с муниципальными кадетскими школами появится и республиканская. Сегодня в Доме правительства обсудили вопросы реализации этого проекта. Помимо учебного корпуса у кадетской школы будет свой плац, тренажерный зал и общежитие. Уже определились и с адресом Новоюжный район возле ДК трактора строителей. На наш взгляд, хорошее место, где есть центр культуры, где есть центр духовности рядом с церковью, есть ФСК, где будет, в принципе, дальше строиться. Красиво вписывается, логично, в центр патриотического воспитания молодежи, объединяющий как духовное, физическое начало. Общежитие при кадетской школе предположительно будет на 150 мест. Предполагается, что помимо курсантов из Чувашии здесь смогут жить и иногородние учащиеся. В ближайшее время необходимо определиться с профилем школы. Будут ли кадеты изучать морскую тематику или ракеты, неизвестно. Обсуждение проекта еще продолжается. В России стартовал Год литературы. План мероприятий охватывает всю страну и даже выходит за ее пределы. А сегодня в Театре оперы и балета Чебоксар Стеллс торжественное открытие Года литературы в Чувашии. Год литературы на старте. Повышение интереса к чтению и, как следствие, общего культурного уровня россиян, решение проблем издательской сферы. Именно эти задачи станут в наступившем году ключевыми. Качественная литература сегодня востребована как никогда. В любых формах и видах. Год литературы дает нам возможность задуматься о том, как вернуть интерес к чтению. Не последнюю роль может сыграть и обновление школьной программы по литературе. Со своей стороны писатели готовы работать с полной выкладкой. К сожалению, детки меньше читают, они больше смотрят и сидят в айпедах, в телефонах. Но хочу сказать, что в принципе тот же автор может это сделать, заинтересовать. Конечно, нам сейчас современным авторам непросто. Нам приходится еще быть и актерами, и режиссерами. В этом году исполняется 125 лет со дня рождения великого классика чувашской поэзии Константина Иванова. И в нашей республике год литературы пройдет под знаком творческого наследия классика. И этот год назван именно Константина Иванова, и это, считаю, он заслужил, потому что это наш первый поэт, классик, признанный всем миром. Это Константин Иванов, этим все сказано. На республике это еще тысячи лет будет существовать и нас переживет. Уже сейчас в рамках года литературы озвучено более ста мероприятий, на которые правительство Российской Федерации выделяет 300 миллионов рублей. Одним из центральных событий года литературы может стать книжная ярмарка на Красной площади, на которой будут представлены регионы Российской Федерации. Кстати, официальный логотип года литературы выполнен в цветах российского флага. На нем изображены профили великих русских писателей – Александра Пушкина, Николая Гоголя и Анны Ахматовой. Мы говорим много о физической культуре, о спорте. Конечно, это надо – следить за собой, быть здоровым, энергичным. Но, насколько я знаю, все те аксакалы, которые прожили, тот, кто имеет веру, духовная сила, она всегда была выше, соответственно, физической. Когда больше положительных эмоций, больше духовно-нравственной силы, конечно, больше созидания и эта созидательная сила направлена на повышение качества жизни в целом каждого человека, каждой семьи и в целом нашего общества. Я абсолютно уверен в том... Спасибо. Я абсолютно уверен в том, что каждый из жителей Чувашской Республики вложит свои силы и энергию для того, чтобы всем нам было интересно. Михаил Игнатьев вручил государственные награды за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, многолетнюю добросовестную работу и за вклад в духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. Молодые учителя и библиотекари Республики получили свидетельство о назначении специальной стипендии за особую творческую устремленность. Открытие Года литературы стало первым в череде ярких событий, и литераторы вовсю строчат планы и желают друг другу новых творческих успехов. Я была очень рада увидеть своих давних знакомых, я была очень рада услышать со сцены вашего талантливого поэта Юрия Семендера и других. Я благодарна за приглашение, я благодарна за этот праздник. Я хочу поздравить чувашский народ, творческую интеллигенцию Республики Чувашия с замечательным праздником, с открытием мероприятий, посвященных Году литературы. Всем огромных успехов в творчестве. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. Такое стало пятница, 23 января, глазами корреспондентов национального телевидения Чувашия. Я с вами прощаюсь и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин